Болезни глаз, сердца и даже онкология. Обнаружить и предотвратить такие заболевания можно, начиная с простых процедур. Северодвинские медики приглашают горожан на всеобщую диспансеризацию. Шанс пройти ее бесплатно и свободно от очередей выпадает только раз в три года. К сожалению, воспользовались им немногие. За сегодняшний день, Елена Александровна, в этом кабинете 11-я пациентка. Посещаемость невысока, ведь за год необходимо обследовать почти 9 тысяч, то есть 23 процента прикрепленных на обслуживание к первой городской поликлинике. Приходят сюда жители только по собственному желанию, бесплатно и без очереди. Обследоваться-то всегда хорошо, чем ходить в очередь к терапевту, стоять, под неделю ждать, потом какие-то номерки дадут, в регистратуре стоять, карточку 10 раз потеряют, а потом пришел и все, все нормально. Первый этап диспансеризации взрослого населения не путать с медосмотром на работе состоит из простых процедур. Однако для возраста Елены Александровны список достаточно большой. Придется пройти окулистом, омолога и невролога, плюс специальное анкетирование. Направление выписывают здесь же. А вот для моего возраста набор процедур другой. В этом случае для начала медики ограничатся забором крови на холестерин и сахар, а также измерением давления, роста, веса и пульса. Пульс учащен, а значит могут отправить еще и к терапевту. Тут также выпишут ряд анализов. Шанс на такое обследование у каждого россиянина в возрасте от 21 до 99 лет выпадает только раз в три года. В 2014 на диспансеризацию ждут рожденных в годах кратных трем. В 1915, 18, 21 и так далее. Система практически не предусматривает талонов. Участковый доктор, уже имея на руках амбулаторную карту с его результатами, говорит ему о том, что выявлено у него в результате диспансеризации, необходимо ли ему пройти еще ряд каких-то исследований или на данном этапе этого для него достаточно. В прошлом году диспансеризация выявила целый ряд серьезных диагнозов. 33 новообразования, из них два злокачественных, 50 случаев болезни крови и 121 случаев заболеваний эндокринной системы. И это только часть цифр. Впрочем, главное, что все эти недуги вовремя выявили, говорят медики, а значит будут лечить. Так что здесь советуют воспользоваться шансом на диагностику. В течение года ее можно пройти ежедневно в городских поликлиниках.